Антуан Оржаковский, доктор исторических наук, профессор Бернардинского колледжа, Париж. Итак, пункт первый. История предсоборного процесса. Эта история – несоответствие между двумя пространствами-временами. Есть пространство-время эмиграции, и есть пространство-время поместных церквей. Так вот, из-за этого несоответствия пространства-времен в конечном счете возникло непонимание между теми и другими. Между церквами-матерями и церквами, образующимися на местах. Имели место три предсоборные совещания по вопросу диаспоры. В 1990, в 1993 и в 2009 годах. Хочу сказать, что все эти совещания прошли без участия представителей самих церквей, образующихся на местах. Но все-таки в 1990-1993 годах был момент надежды на каноническую перестройку. Я использую этот термин, потому что он использовался в тот период по ассоциации с политическими событиями. Было принято решение подхватить французскую и американскую идею епископальных ассамблей, которые были созданы в 1967 году во Франции, чтобы соответственно создать переходные канонические структуры с целью признать церкви, образовавшиеся на местах во время ближайшего собора. Назову кратко три принципы, на которых основывались эти епископальные ассамблеи. Первый принцип. Епископы, проживающие в диаспоре, осуществляют свои полномочия только вне регионов новых церквей, образовавшихся на местах. То есть сложившиеся обстоятельства признаются, но при этом внутри церквей, образовавшихся на местах, эти епископы должны будут работать по-новому. Второй принцип. Решение не обязательно принимать единогласно. Если консенсус не достигнут, решения принимаются большинством голосов. И это даже было введено в устав Ассамблеи православных епископов Франции. Все это породило определенное количество надежд, что собор сможет признать эти образовавшиеся на местах церкви. Но в 1996 году, в момент разрыва отношений между Москвой и Константинополем по поводу эстонского вопроса, со стороны поместных церквей стратегия изменилась. В частности, говоря кратко, это привело к событиям 1 апреля 2003 года. Патриарх московский Алексей II предложил, как вы знаете, новый экклезиологический подход, основанный на национальном принципе, с целью добиться позднее признания на межнациональном уровне. Это привело к более серьезному напряжению в 2009 году, в период с 6 по 13 июня 2009 года на 4-м предсоборном совещании. Тогда произошла полная перемена миссии епископов диаспоры. С этого момента епископальные ассамблеи только уведомляются об избрании новых епископов на своей территории. То есть на самом деле становится возможным, чтобы вариант посольской церкви заменил на постоянной основе изначальный проект, который заключался в учреждении синодов церквей, образовавшихся на местах. Естественно, было возмущение со стороны представителей новых церквей, образовавшихся на местах. Ведь в конечном счете это определение 2009 года ставит крест на нескольких десятилетиях работы десятков приходов из разных юрисдикций, стремившихся к новой совместной жизни. Вторая часть моего доклада – это попытка понять, почему так произошло. Главная причина, которая для меня очень важна, она хоть и не единственная, но очень важная. Это теологическая причина. На самом деле здесь столкнулись два экклезиологических подхода. Территориальная экклезиология, как я говорил, в одном городе один епископ, которая интенсивно, может быть, слишком интенсивно разрабатывалась православным братством. И потом другой экклезиологический подход, национальный, который, как известно, активно применялся в 90-е годы в поместных церквях. В каждом подходе есть доля истины, поскольку территориальный принцип коренится, и это было прекрасно продемонстрировано серьезными богословами в евхаристическом подходе. Также можно сказать, что национальный принцип коренится в пастырском подходе. Здесь можно говорить о пастырской связи между епископом и его общиной. Итак, оба подхода имеют право на существование. И я вместе с другими, естественно, предложил бы выйти из этого экклезиологического тупика, выдвинув экклезиологию, которая была бы одновременно крестильной, евхаристической и пастырской. Крестильная экклезиология была особенно хорошо разработана Джоном Эриксоном. Согласно этой точке зрения, смысл существования раннехристианской общины заключался не в объединении вокруг горы или священного города, но в следовании за Христом, по его пути, в жизни и единении с ним и крещении во имя его. Людей объединяет вера в Христа и взаимное признание этой веры, а не принадлежность к какому-либо внешнему институту или территории. Второе экклезиологическое основание, евхаристическое, было особенно глубоко разработано в Сергиевском институте, в частности, отцом Николаем Афанасьевым. Своеобразие Церкви по сравнению со всеми остальными традиционными религиями заключалось не только в независимости от любого другого центра, кроме Христа, что придавало ей открытый вселенский и миссионерский облик, но кроме этого в эсхитологическом делании, составляющем ее суть. Благодаря всему этому она предлагает фрактальную, расчлененную, а не пирамидальную организацию тела Христова. Русский термин «поместная церковь» применительно к церкви это качественное понятие, отмечающее зрелость церкви, означающее, что евангельская весть укоренилась, локализовалась в определенной группе населения, нации или культуре, и в полной мере принесет плоды на этой конкретной почве. Таким образом, с христианской православной точки зрения православная церковь, присутствующая в Западной Европе или Соединенных Штатах, в течение уже нескольких поколений не может сводиться к периферийной реальности в политическом отношении. Это полностью неправильно. Таким образом, православная экклезиология действительно является сопричастнической, но не в общинном или этническом смысле слова. Это экклезиология обоюдного и взаимного признания между церковью формирующейся и церковью формирующей по образу семейных отношений, но на более глубинном уровне, по образу троичного взаимного общения. Итак, кроме этого принципа открытости и эсхатологической фрактальности, существует метаполитический принцип, пастырский принцип, который также должен быть включен в эту новую организацию и отличаться при этом от территориального принципа. Он пришел в соответствие с ним только с момента признания церкви в 313 году. До Миланского эдикта границы церкви были не географическими, а общинными. Об этом главным образом и свидетельствует послание апостола Павла коринфской общине. Пространство-время экклесии определялось отношениями епископа с паствой, а не языческой и однородной политической концепцией административного епархиального округа. Митрополит Иоанн Зизиулас показал, что это единство было епископальным, прежде чем стать территориальным и, в частности, напомнил, что традиция знает принцип экстерриториальности уже много веков, если учитывать существование ставропегиальных монастырей в восточном мире. Итак, вот три принципа. Если скоординировать их вместе, это позволило бы признать эти церкви, формирующиеся на местах в интересах всего православия и христианского мира. Теперь мы можем перейти к третьей части, которая, с моей точки зрения, может заключаться в переходе к практическим предложениям. Чтобы продвинуться вперед и позволить достичь взаимопонимания с каждой стороны, и здесь я просто перечислю пять предложений. Первое предложение это просто включение западных церковных институтов в предсоборный процесс таким образом, чтобы эти западные церковные институты были активными, полноправными участниками в обсуждении вопросов признания церковной жизни на Западе. Мне кажется, что прислушаться к мнению таких институтов, как, например, Православное Братство или Сергиевский институт, это необходимый минимум. Второй пункт, второе предложение просто перестать использовать термин «диаспора», который, возможно, только на 5-10% описывает определенные явления, а именно первые годы существования определенного сообщества, как, например, румынская диаспора в начале 90-х годов, и попытаться обрести динамичный, а не статичный взгляд на церковь, словом, больше не использовать термин, скрывающий под собой пережиток. В-третьих, чтобы подготовка собора, и здесь я возвращаюсь к предложению «Ноэль и Руфье», велась на уровне церквей, формирующихся на местах на Западе и на Востоке. Потому что, как уже упоминалось, я в конечном итоге прожил 17 или 18 лет в России и на Украине, и не слышал о подготовке Всеправославного собора, кстати, ни в Москве, ни в Киеве. И так я считаю, что для этих церквей важно работать над осознанием этого в отдельных местах. Четвертое предложение, вероятно, самое тяжелое. Мне кажется, что через некоторое время нужно было бы, чтобы произошло не просто мистическое признание католической и протестантской реальности в некоторых странах, очевидной, живой католической реальности на Западе. Чтобы это признание было не только мистическим, но и формальным. Для того, чтобы религиями не манипулировали, чтобы их не использовали в своих целях, они должны соорганизоваться. Таким образом, для православных церквей жизненно важно признать в административном плане, заметьте, я не говорю о плане литургическом, но по крайней мере в административном плане существования протоса. И это признает большинство православных богословов в том, что касается французской церкви. Что следует обращаться к главе католической церкви, даже рискуя, что вследствие этого появилась бы более четкая организация и в частности признать существование смешанных комиссий, которые существуют уже несколько десятилетий между католической и православной церквами, между протестантской церковью и православными церквами. Эти смешанные комиссии по межконфессиональному диалогу могли бы послужить, если угодно, весьма полезным координирующим органам. Пятое и последнее предложение церкви на местах должны будут однажды принять на себя определенную ответственность, серьезно взять свою судьбу в свои руки, если возможно, с помощью поместных церквей. Итак, я перехожу к заключению, где я хотел бы процитировать Андрео Рикарди, которая приезжала в прошлую субботу в коллегию бернардинцев, чтобы сказать нам, главная концепция сегодня это глобализация. Контекст, в котором мы существуем, глобализационный мир стал одной большой деревней, и мы не можем больше общаться в территориальных терминах. Нужно понять, что сейчас происходит такое смешение населения, что скоро уже Москва будет жить при десяти епископах из разных юрисдикций, и в Москве уже сейчас много украинцев, и это уже создает проблему. И так эта глобализация вынуждает нас вернуться к идее церкви как единого тела, подчиняющегося другим законам, нежели политические институты. И она вынуждает, именно вынуждает, православные церкви провести работу по достижению общности и взаимного признания между разными православными церквами в том новом контексте, в котором мы живем. Это вопрос жизни и смерти. Если поместные церкви этого не признают, ну что ж, они просто увидят, как сначала исчезнут эти эмигрантские церкви, эти церкви пророчицы диаспоры, но они рискуют и сами рассыпаться, и уже рассыпаются под сильными ветрами этой глобализации, не признающейся мою суть нашей идентичности, а именно, что мы единое тело, и если ранен кто-то один, то страдает все тело. Благодарю вас за внимание.